Хватит мне задавать эти вопросы. Фух. Но это было смешно. Всем привет! В эфире подкаст «Слушай, это топ». Меня зовут Костя Савин, я ведущий подкаста, и моя соведущая Занда Буслова. Занда, привет! Привет, Костя! Всем привет! Гость сегодняшнего эфира – директор по работе с инвесторами компании «Норникель» Михаил Барвиков. Михаил, здравствуйте! Всем привет, ребята! Давайте расскажу для начала про карточки, которые лежат на столе. Это темы, которые присылают наш дорогой зритель, слушатель. Их любезно собирает наш редактор Юля и собирает это все в карточке, поэтому это самые отборные темы, вопросы, которые предварительно собрали для вас. Уже страшно. Расслабляемся, впереди все самое интересное. И первый вопрос, даже не вопрос, я знаю, что вы закончили Московский государственный лингвистический университет, и правильно ли я понимаю, что специальность не была связана с инвестиционным сообществом и работая с инвесторами? Да, все верно. Я переводчик по образованию, закончил московский ИНИАС со специализацией португальский язык. Вот так необычно, да. И после окончания вуза вообще-то я должен был ехать в дружественную Анголу в качестве военного переводчика. Но судьба распорядилась иначе. Ничего себе. Это время, после того, как я закончил институт, я стал работать тоже переводчиком, но, правда, в депозитарии биржи РТС на тот момент. И вот так вот, собственно, началось мое знакомство с фондовым рынком. И сидел просто на Headhunter или стал к вакансии. И мне вот на глаза попалась вакансия ведущий специалист по работе с инвесторами в компании Вэмпилком. Там было только два требования основных. Первое основное требование – это было владение английским языком. Второе – финансовое образование. С английским языком у меня все было в порядке, а вот финансового образования не было. Подумал, ну что, за спрос денег не берут. И отправил свое резюме. И в сопроводительном письме честно написал, что «Ребята, у меня финансового образования нету, но я вот уже больше года работаю на бирже РТС, поэтому погружен во все реалии фондового рынка». Мне ответили через три часа. Так я оказался, собственно, вот в мире, как это по-английски называется, «investor relations», по-русски работа с инвесторами. Ну и потом дальше-дальше я там с самых как бы низов в розык по карьерной лестнице, переходил из одной компании в другой, и вот в конце концов оказался здесь, на риском никеле. И, собственно, первый вопрос. Топ-3 места, где стоит учиться инвестициям? Здесь, скорее всего, нужно смотреть на опыт человека, который пришел, не важно из какого сектора. Есть такое расхожее мнение, что для того, чтобы работать на фондовом рынке, в инвестициях, нужно обязательно как минимум закончить высшую школу экономики или эконом-фак МГУ. На самом деле это не совсем так. То есть, конечно, экономическое образование будет прекрасным бэкграундом и никогда не повредит. Но это точно не является каким-то круеугольным камнем для построения своей карьеры в инвестициях. Чтобы не быть голословным, если мы возьмем десятку самых известных, самых успешных инвесторов за последние 70 лет, на удивление, там будет не так много людей с каким-то экономическим или финансовым бэкграундом. К примеру, Билл Гросс, основатель компании Пинка, крупнейшей инвестиционной компании, он по образованию психолог. Знаменитый инвестор-активист Карл Айкан, он по образованию философ. Там есть историки, химики, все как-то угодно. А вот если говорить о качествах, которыми должен обладать... Психология, философия. Да, начинающий инвестор. Кстати, вы не так уж и не правы. И еще такой момент интересный, это уже мой даже личный опыт. Очень часто в общении с инвесторами, особенно с представителями каких-то крупных фондов, портфельных управляющих, попадаются люди с военным бэкграундом. А стратегия? Да, стратегия и умение быстро действовать в ситуациях с высокой неопределенностью и высокой опасностью. А вот какие курсы проходили вы для того, чтобы разобраться? Вы же пришли в импелком без какого-то релевантного опыта в инвестициях. Ну, смотрите, во-первых, есть огромное количество профильных брокеров, банков, которые, опять-таки, на своих сайтах публикуют очень много информации полезной и проводят различные мероприятия по повышению финансовой грамотности с молодежью и со взрослыми. Кстати, мы тоже пытаемся финансовую грамотность развивать, вносить свой скромный вклад в это очень важное дело. Буквально через месяц, например, в Красноярске, мы будем делать совместно с парой тоже банков мероприятия по финансовой грамотности, именно с уклоном на инвестиции, да, с уклоном на, ну, не совсем на детей, ну, там, подростков. Вот в каком возрасте лучше начинать разговаривать с детьми? Если, да, вот возрастная какая-то... Да, чтобы уже было понятно и... У нас как-то к этому просто нет какого-то подхода, ну, вообще в обществе в нашем, как будто нет понимания, когда прийти к финансовой грамотности. Вот в каком... Как вы считаете, в каком возрасте? Я думаю, там, какие-то азы финансовой грамотности мы все, там, объясняем своим детям, даже когда они еще совсем маленькие, да, там, почему я не могу тебе купить эту игрушку, потому что она слишком дорогая, да? Первая группа финансовой грамотности. Так вот, что это было. Ну, а если говорить серьезно, то, ну, мне кажется, что уже, там, с седьмого, восьмого класса можно достаточно серьезно обсуждать это со школьниками, потому что, ну, для меня лично очень странно, когда детям в восьмом, девятом классе пытаются объяснить, как брать интеграл, но не пытаются объяснить, что такой сложный процесс, да, и почему не надо идти, там, в микрокредитные организации и брать там под 70% годовых кредиты. Смотрите, развитие инвестиций началось во времена пандемии, и в какой-то момент это перешло из разряда хобби в такую же историю, где действительно кому-то даже везет сейчас, и кто-то на этом зарабатывает хорошие деньги. Есть какие-то стандартные ресурсы, типа Блумберга, Рейтера, где люди ищут информацию нужную для того, чтобы разобраться в том, какие новости влияют на инвестиционную привлекательность. Вот здесь вопрос чуть другой. Топ-3 неочевидных интернет-ресурса для инвестора. Сейчас, опять-таки, все те банки, которые очень активно работают на привлечении именно физических лиц, завели соцсети специальные под инвестиции, где представлены практически все эмитенты, где идут бурные обсуждения разного накала страстей, так сказать, но при этом очень много полезной информации. Ну, это условный пульс. Да, это пульс в Тинькове, это профит в БКС, смарт-лаб для таких более, скажем, попадкованных немножко инвесторов. Но пульс, условный пульс, это же обычные люди, и зачастую без какого-то релевантного опыта профильного такого, инвесторского. Ну, там по-разному бывает. Там действительно зачастую, знаете, очень много крутится вокруг таких ресурсов инфо-цыган разных, которые рассказывают, как вы разбогатеете, зачастую, лишь только захотеть этого. Но на самом деле там также есть люди, которые реально управляют деньгами, деньгами зачастую довольно большими. А так вот эти все, честно говоря, я весьма скептически отношусь ко всем таким инстаграм-аккаунтам, твиттер-аккаунтам, которые активно пиарят какие-то инвестиционные истории, зачастую это так, что называется, загнать хомячков. Собственно, этот вопрос мы уже озвучивали, топ-3 причины, почему нужно разговаривать с детьми о финансах. Поэтому я спрошу о своих детях, расскажите о своих детях, и разговаривайте ли вы с ними. Про первый урок финансовой грамотности мы запомнили. Как вы считаете, как быть дальше? Ну, конечно, разговариваю, да. У меня есть сын уже довольно большой, поэтому ему уже я все 10 раз объяснил. И, в принципе, как мне кажется, он с точки зрения именно финансовой грамотности человек достаточно подкован. А большой-то сколько лет? Ну, он уже учится в институте, ему 20 лет уже. А дочка, вот ей 6 сейчас будет, с ней мы только начинаем. Как я уже сказал, это в основном дискуссия из разряда, скорее, воспитательная, да, чтобы не баловать ребенка, что одна игрушка в праздник, а не чаще. Ну, она знает, чем занимается папа на работе? Вот папа что делает? Вот когда объясните ребенку, чем... Вот это самая большая проблема, там, почему папа постоянно с кем-то разговаривает по телефону или... Вы говорите много непонятных слов. Да, почему папа, да, зачастую не на русском языке, почему папа какие-то странные таблицы постоянно смотрит на компьютере. Вот, ну, она очень, я когда она спрашиваю, а вот папа, у тебя какая все-таки профессия? Я говорю, вот папа, моя профессия называется так. Она говорит, а что это? Я говорю, ну, это очень долго объяснять, но это очень редкая профессия, поэтому мало кто из пап твоих подружек тоже занимается этим. Но она была очень радостная, такая, о, у моего папы редкая профессия, как здорово. Мой папа уникальный. Мой папа супергерой, получается. Ну, это, наверное, слишком, да. А был момент, что вы дарили своим детям первый инвестиционный портфель? Нет. Ну, вот ребенку старшему. Нет, так у меня было. Начинается инвестиционный портфель, нужно с тех денег, которые ты сам заработал. Отлично. Это, кстати, здравый подход, на мой взгляд. Потому что тогда, получается, легко пришло, легко ушло. А вот когда ты сам заработал, начинаешь к этому относиться более серьезно. Конечно. Вообще общество людей очень боится изменений, особенно изменений в части финансов. И вот начиная с апреля этого года у нас появилось такое понятие, которое, наверное, я тоже прошу чуть-чуть пояснить. Цифровой рубль. Но вопрос в карточке. Топ-3 изменений, которые ждут россиян после введения цифрового рубля. Что это за зверь такой, цифровой рубль? Ну, это, наверное, больше вопрос к нашему уважаемому ЦБ, а не ко мне. Но в целом переход на цифровые валюты – это, на самом деле, очень хороший инструмент для возврата доверия к финансовой системе. Потому что сам это большой шок для финансовой системы от последних событий. Он именно в том, что было катастрофически подорвано доверие. А именно для финансовой системы это самое главное. Ну, потому что любое слово кредит, да, вот само слово кредит, оно от латыни «креду», я верю. То есть я верю, что ты мне вернешь деньги. Поэтому как только это нарушается, то у тебя вся система начинает рушиться, как карточный домик. А вот у нас есть тоже свой, получается, цифровой рубль. Цифровой финансовый актив. Назовем его цифровой рубль. Токен Норникеля. Вот, может быть, про это чуть-чуть расскажем, поговорим. Я знаю то, что он приравнивается плюс еще к стоимости акции. Ну, то есть, получается, мы тоже идем в этом направлении. Но у цифрового нашего финансового актива немножко другое применение, получается. Применение, на самом деле, у нашего цифрового актива самое правильное, как я считаю. Потому что, во-первых, это инструмент для вовлечения сотрудников компании в ее финансовый результат. Когда, допустим, какой-то наш сотрудник читает пресс-релиз или что-то о том, что вот, там, компания получила прибыль, там, такую-то, какие-то миллиарды рублей. Или, там, компания вот объявила о выплате дивидендов тоже, там, какие-то цифры. Что он, как бы, не просто у него был гордый за компанию какую-то, наша компания хорошая, как здорово, да. Но чтобы он это еще ощущал в своем собственном кармане. И понимал, там, что вот то, как он поработает, будет отражаться не только в его зарплате, не только в его премии, но и, допустим, в росте стоимости компании, которая тоже на его финансовое положение окажет самое благоприятное влияние. А вот еще о цифровой валюте, наверное, можно ее так назвать, криптовалюта. Вот как вы считаете, она будет когда-нибудь легализована на уровне государства? Да, я думаю, да. Да? Конечно. Ну, то есть... Там регуляторов, насколько я знаю, сейчас нет, и в этом-то, собственно говоря, вся проблема легиметизации. Я думаю, тут все пойдет по очень стандартному пути. Если ты не можешь сломать этот тренд, ты его возглавляешь. Хорошо ли это или плохо, но это реальность, в которой мы живем. Она кому-то может не нравиться. Но самое глупое – ее не замечать. Ее надо принять. И ничего не делать с этим. Она такая. Все. Единственное, что криптовалюта, в моем смысле, она должна быть все-таки иметь в своем основании какой-то актив. Реальный актив. И на подходе личный вопрос. Топ-3 компании, в которые инвестирует Михаил Боровиков. Я много раз уже отвечал на этот вопрос, на самом деле. И все меня спрашивали, почему я не инвестирую в норильский никель. У меня вот, ну, серьезно. Я хотел, да, правильно. Да, я хотел сказать. Но сейчас я инвестирую, потому что я тоже, я надеюсь, выдадут эти майн-токены к концу года. Но вот чтобы так активно инвестировать, я этого никогда не делал. Причем, где бы я ни работал, я никогда не инвестировал в ту компанию, в которой я работал. Именно по той простой причине, что, во-первых, я инсайдер. То есть, я уже стою в каком-то привилегированном положении по отношению ко всем остальным. Второй момент. Ну, и так, моя финансовая стабильность, она сильно, чрезмерно сильно завязана на компанию. Но это этическая сторона, получается. Вот первая этическая, а вот вторая уже она чисто финансовая. Потому что основа финансовой грамотности – это диверсификация. Не кладите яйца в одну корзину. И у меня в одной корзине и так 90% условно говоря моего дохода годового. Поэтому, если говорить про меня, я инвестирую, опять-таки я об этом говорил, я инвестирую в те компании, в которые я понимаю сам. Ну, естественно, я инвестировал, я покупал Сбербанк. Потому что, если ты в России, ты не инвестируешь в Сбербанк, значит, ты плохой инвестор. То есть, это просто кровеносная система российской экономики, которая, в принципе, не так плохо себя чувствует, а в учетах с учетом санкций Сбербанк, наверное, главный бенефициар этих санкций. Поэтому, да, это была моя инвестиция. И вторая моя крупнейшая инвестиция была – это нефтянка. Причем я там купил разные компании. Опять-таки, эта логика была очень простая. Нефть на дне начала отскакивать, судя по всему, а рубль, наоборот, был сильно крепкий. И этот тренд должен был развернуться. Вот он развернулся, и, в общем-то, там было тоже все очевидно, что можно заработать на этом. То есть, я говорю, простая логика. То есть, ничего необычного. Тоже тут, знаете, финансисты очень любят создавать вокруг своих профессий или там инвестиционные аналистики, какой-то орел, чего-то такого. Да, чего-то такого необычного. Этим, кстати, грешат еще юристы и программисты, я заметил. На самом деле, не боги горшки обжигают. Это не точно, не, знаете, не нейрохирургия, не запуск ракет в космос. Там все не так уж и сложно. Следующие карточки. Это стандартный вопрос. Мы его задаем всем. ТОП-3 способа борьбы с выгоранием. Ой, значит, способ номер один – это просто проводить время со своими детьми. Для меня это очень хороший способ, там, куда-нибудь сходить, в парк погулять, или, не знаю, там, в музей. Вот второй момент. Мне очень помогают расслабиться компьютерные игры. Так вот, да, я вроде достал. Вы что играете? Ой, слушайте, во многих. Зарубимся в КС. Вот в том числе и в КС. Вот это, на самом деле, очень помогает. Это больше шутер или стратегий все-таки опять? Я как бы под настроение. Но дело в том, что это реально помогает тебе полностью абстрагироваться от работы, от всего, погрузиться совсем в другую токсичную атмосферу, что мне особенно нравится. Но токсичную по-другому, не как на работе. И отключить мозги. Вот это меня очень хорошо промывает. И прям иногда даже могу зависнуть на много-много часов. И третий момент. Это я очень люблю учитать и узнавать для себя все что-то новое, чтобы мозги, скажем так, не спекались. У меня еще вопрос возник, пока вы говорили, отвечали на вопрос, что интересны всегда сферы. Мы знаем, нам за кадром говорили, «О, у вас Боровиков, он такой классный, он разбирается во всех секторах, потому что у него очень классный опыт и так далее». Это правда. И мне стало вдруг интересно, что, может быть, если не Норильский никель, то в какой бы сфере хотелось бы себя попробовать? Наверное, интересно было бы именно интернет, потому что я в этом ничего не понимаю. Хотелось бы в этом окунуться и посмотреть, как это работает. А второй момент, он диаметрально противоположный. Из добывающих отраслей, наверное, интересно было бы в нефтянке поработать. А вот если говорить про эмоции, опять же, вот в инвестициях очень важно, как мы уже говорили, сохранить холодную голову. Вот, например, я поддаюсь, у меня тоже есть инвестиционный портфель, наверное, у нас они разные, у меня плохой, и я всегда поддаюсь эмоциям, когда, особенно там был не так давно случай, когда там на 60% тот же самый, например, Сбербанк упал. Вот как подойти с холодной головой, если ты темпераментный Костя? Любой инвестор профессиональный, он мыслит категориями относительной стоимости, по-английски называется relative value, но относительной стоимости. То есть он понимает, что хорошо, вот у него портфель там состоит из каких-то бумаг, и одна бумага начинает падать. Прям падает, и он понимает, что это была его ошибка, и, наверное, не стоило было покупать, и перспектив, судя по всему, там никаких нет. Что он делает такой в этом случае инвестор, если у тебя бумага упала на 10%, он ее смело продает, получает минус 10% в лоб, или, как говорится, ловит лося на сленге тех, кто торгует. И в это время просто эти деньги, которые остались, покупает там бумагу, где он считает, что он эти деньги быстро отобьет, вот эти 10%, которые он потерял, что он видит, что туда все падает, и навряд ли это все отрастет. Но вот тут есть параллельная бумага, она там может показать лучший эффект. Он теряет здесь 10%, но потом зарабатывает тут 20%. Что делает физик, когда у него бумага падает на 10%? Он, конечно, смотрит на красный монитор, обливается потом и думает, нет, ну отрастет же когда-нибудь. И оставляет. И оставляет. А потом она падает еще на 20%. Вот это вот главная разница. И вот это самая большая ошибка, наверное, которую делают начинающие инвесторы, которые сначала по эмоции что-то покупают, потом увидев, что трейд, который он сделал, неправильный. Боится его признать и быстро закрыть даже с небольшим убытком, а пытается ждать, когда он отрастет. Иногда отрастает, но иногда нет. На ваш взгляд, вот ваше самое большое поражение на инвестиционном поприще? Мой личный кейс, ну это, наверное, вот кризис 2008 года. Я тут только начинал работать. То есть я был молодой, там заработал как раз первые деньги. Естественно, открыл себе счет. Это был 2006 год или 2005 год, ну прям довольно давно. И в принципе там рынок рос. Я хорошо зарабатывал, очень радовался, что как здорово. Какой я умный, хотя там на том рынке я только, даже Путель, наверное, бы заработал деньги. Вот. А потом случился 2008 год. И на самом деле первые звоночки о том, что скоро все посыпется, они начались там еще в июне 2008 года. Потом в сентябре случился кризис, банкротство банка Лемон Братсерс. Хотя уже там все, и вроде как я крутился в этой сфере. И там все люди говорили, что тут все неладно, надо как-то это сматывать улички. Я думал, да нет, ну что, зачем? Отрастет. Там что-то припало чуть-чуть. А потом там сильно упало. И я тогда подумал, ну все, теперь-то уж точно упало очень сильно. Я не то, что не закрываю позицию, я сейчас еще докуплю. А потом это все падает еще на 50%. Потом, правда, это все отросло через года три, наверное. Но факт в том, что это была ошибка. И как бы я ее осознал. С другой стороны, ты не можешь считаться мужчиной, если ты не испытал маржин кол. Вот, поэтому, наверное, у всех были такие случаи в жизни. Мы уже немного затронули эту тему. Изменился ли портрет крупного инвестора Норникеля за последние годы? Если да, то как? Конечно, изменился. И ландшафт сейчас полностью поменялся. С учетом того, что огромное количество денег сейчас внутри страны, и люди, ну многие, скажем так, уже четко решили, что связывают свою жизнь исключительно с Россией, и остается здесь жить, и будут вкладывать деньги здесь. Поэтому этот приток мы видим. И мы на эту аудиторию переключились. И я считаю, что мы сделали это очень хорошо. Кстати, если кто-то еще не подписался на наш аккаунт в Пульсе, кому интересен Норильский Никель как объект инвестиций, подписывайтесь. Мы стараемся максимально доходчиво отвечать на все вопросы, в том числе даже на неприятные. И следующая карточка, она, в принципе, где-то созвучная, и очень похожа на то, что уже было. Топ-3 сферы, в которые Михаил посоветовал бы инвестировать в 2023 году. Ох, какой вопрос. У нас все такие. Как говорил кто-то из известных людей, могу посоветовать вам одно, никому никогда ничего не советовать. Как я уже сказал, интернет я до конца не понимаю, но вот мое личное мнение, что за редкими исключениями интернет, у него, конечно, еще огромный путь роста, но это уже так сильно в цене все. А бумаг, что, наверное, там не очень интересно будет. Поэтому мой прям топ-пик – это нефтянка, потому что я верю в то, что цены на них будут расти. Еще раз, это мое личное мнение, я могу быть неправ. Какие-нибудь зеленые компании, нет? Да нет, нет, надо быть проще. Вот здесь надо быть гораздо проще и смотреть просто на то, что можно осязать. Люди всегда будут, не знаю, потреблять нефть, люди всегда будут потреблять, не знаю, медь. Как будто бы по нотам все идем, потому что здесь про три фактора, которые могут сказаться на спросе на наши металлы. На никель, палладий, платин. Да, говорили то, что, например, автомобили строения, электромобили. Если, ну, это уже такая, не знаю, какой-то пример уже заезженный, если спрос на электромобили растет, то, соответственно, все хорошо с нашими металлами, с ценами на наши металлы. А вот еще какие факторы могут повлиять на то, чтобы с металлами все было еще лучше? Ну, если мы смотрим вообще там глобально, то это в целом рост мировой экономики и, ну, скажем так, урбанизация в глобальном масштабе. Вот если мы говорим про драгоценные металлы, то пока спрос, наверное, будет все равно генерировать автомобильная промышленность. Никуда мы от этого не уйдем. Интересная развилка, что если помимо электрификации транспорта у нас будет переход на технологии водородные, да, в народной энергетике. Это тоже одна из опций, которая, возможно, будет коммерчески успешной. И там как раз тоже платиноиды используются, и платина, и палладий. Последняя карточка. Да, так это стало даже грустно. Мне очень понравилось. У нас их, по-моему, 10, поэтому назову это юбилейные, и давайте на ней закончим. Очень жаль. Я, честно, думал, что на запасе еще. Я искренне удивился. Она достаточно простая. Это топ-3 ошибки начинающего инвестора. Я считаю, что первая ошибка – это когда человек инвестирует в компанию, которую он совершенно не понимает, а просто прочитал о ней где-то. Эмоционально. Нравится. Да, да, да. Значит, ну второй момент – это еще раз сохранять холодную голову, не поддаваться эмоциям. И третий совет – это диверсификация. Все-таки старайтесь, если делаете портфель, чтобы в нем было там не две компании, но хотя бы 5-6. Спасибо большое, Михаил. Спасибо вам. Это был подкаст «Слушай, это топ». С нами был Михаил Боровиков. Увидимся. До скорой встречи. Это был подкаст «Слушай, это топ». Меня зовут Костя Савин. Присылайте свой топ вопросов, которые мы сдадим следующему спикеру. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok